Здравствуйте, уважаемые зрители! Трагедия, случившаяся на шахте в Карагандинской области, в который раз поднимает вопросы безопасности на производстве. Но сначала приведу общую статистику. Ежегодно в Казахстане в результате несчастных случаев на рабочем месте погибают десятки, а то и сотни человек. Если в 2019 погибло 190 сотрудников различных предприятий, то в прошлом, в 2020, уже 203. Что и говорить, статистика ужасает. Возьмем вчерашний случай. На этой шахте Абайской такие происшествия случались уже не раз, в которых гибли десятки шахтеров. И вроде бы совсем недавно, всего лишь 5 месяцев назад, было решено приостановить работу этой шахты. Но затем МЧС заверил, что все нарушения там устранены и работу можно продолжать. И вот трагедия. Сегодня многие задаются вопросом, можно ли было избежать этого. Наверное, можно было, если бы руководство ответственнее относились бы к своим обязанностям. А именно безопасности на производстве. Ведь именно безопасность – ключевое слово при таких тяжелых условиях труда, как работа под землей. Напомню, шахта Абайская принадлежит международной компании «Арселор Митталтимиртау». С этой компанией связаны десятки скандалов, и многие из них как раз в сфере безопасности. Даже депутаты весной поднимали вопрос о проведении комплексной проверки технического состояния всех производств АМТ. Потому что на шахтах и заводах компаний постоянно, да что там, практически каждый месяц, происходят аварии с гибелью людей. Причем руководство АМТ все время заверяет нашей власти, что они готовы инвестировать в модернизацию производства огромные деньги. Готовы улучшить экологию, даже готовы высадить сотни тысяч деревьев. Однако, как работали простые работяги в старых обветшалых цехах с допотопным оборудованием, построенным еще в советское время, так и продолжают работать. Темиртау как был городом, самым грязным и вредным воздухом во всей стране, так и остается. И все обещания индийцев тоже остаются только на бумаге. Поэтому розовый воздух, черный снег, массовые онкозаболевания – все это будни сегодняшнего Темиртау. А между тем, замечу, что только за прошлый год выручка АМТ составила 2 миллиарда долларов, а ее генеральный директор получил бонусов и премии в размере миллиона долларов. И у меня такое чувство, что эти ребята просто высасывают все, что можно из предприятия, при этом не тратясь ни на модернизацию, ни на безопасность сотрудников. В начале программы я уже говорил, что в нашей стране на производство гибнут десятки и сотни человек, причем в самых разных сферах. На заводах и фабриках, на шахтах, на стройках падают с высоты, бьют током, заваливают землей в траншеях, травятся вредными веществами в колодцах и так далее и тому подобное. И возникает естественный вопрос, кто в этом виноват? Ведь на каждом производстве есть инструкции по безопасности, есть ответственные люди, отвечающие за это дело, есть госорганы, проверяющие безопасность на предприятиях и есть, в конце концов, Министерство по чрезвычайным ситуациям, которое тоже все это контролирует. И что же? Как говорится, у семи нянек дитя без глазу. В чем причина всего этого? Халатность, безответственность или коррупция? А может, все сразу? Редактор субтитров А.Семкин